Итак, три способа применения эфирных масел. Дорогие друзья, в этом видео я поделюсь с вами самыми простыми и понятными способами применения, которые, важно отметить, относятся только к чистым, натуральным, терапевтическим эфирным маслам компании Дотера. И первый способ, я думаю, что он многим из вас уже знаком, это ингаляционный или дыхательный. Когда мы вдыхаем эфирное масло каким-то способом и таким образом запускаем его в клетки нашего тела. И самый простой метод из ингаляции, это открыть флакончик с эфирным маслом и подышать прямо из флакона. И это уже прекрасный прием ароматерапии. И, дорогие друзья, если у вас уже есть пробник или полноценное эфирное масло, прямо сейчас я предлагаю открыть, сделать глубокий вдох и почувствовать ваше отношение к этому аромату на сегодняшний момент. Нравится оно вам, или оно вам нейтральное, или оно вам неприятно. И затем вы можете сделать отметку об отношении к эфирному маслу у себя в блокноте или в заметках. Следующий ингаляционный метод это сухая ингаляция. Что мы делаем? Мы наносим капельку эфирного масла прямо на ладони. Буквально одну каплю, не делайте больше. Этого будет достаточно. Растираем в ладонях. Подносим к лицу, но не вплотную. Прикрываем глаза и начинаем дышать. Вот таким образом. Дышим глубоко. И постепенно подносим ладони чуть ближе. В конце концов, можно сложить ладони в носогубный треугольник. И это будет более эффективное воздействие. Если вы слабо ощущаете аромат эфирного масла с ладони, это будет зависеть от того масла, которое вы выбрали. Есть масла более интенсивные по запаху, есть более легкие летучие компоненты. Так вот, если вы слабо ощущаете аромат, вы можете сложить ладони колодцем. То есть, колечко из одной ладони поставить на раскрытую другую ладонь и таким образом подышать. И тогда это будет более интенсивное воздействие. Также к ингаляционному способу будет относиться аромодиффузия. Здесь мы используем профессиональные диффузоры. И для примера я могу показать вот этот малыш Баббл. Но в целом, обычно диффузоры используются побольше. Этот малыш подходит для применения в маленьких пространствах, либо поставить на рабочий стол. Обычно мы используем профессиональные аромодиффузоры с ультразвуковой пластиной, куда мы добавляем воду для того, чтобы мы могли распылять эфирное масло в пространстве. И количество капель будет зависеть от площади и от емкости самого аромодиффузора. И, конечно же, Дотера производит прекрасные качественные диффузоры для применения с маслами такого же высокого качества. К ингаляциям также мы будем относить вдыхание эфирных масел с различных поверхностей. Например, мы можем использовать фетровые диски, лавовые камни. И на основе этих материалов прекрасно создаются украшения, аромакулоны, аромабраслеты. И тогда, капнув эфирное масло на этот материал, мы будем долго чувствовать аромат выбранного эфирного масла. В течение одного-двух дней спокойно применять прием ароматерапии ингаляционной. Следующий способ применения эфирных масел – наружний или трансдермальный. Это означает, что мы эфирное масло вводим через кожу, и для этого нам обязательно нужен транспортир. Дело в том, что эфирные масла не растворяются в воде, а растворяются либо в жирной основе, либо в спиртовой основе. И для того, чтобы нанести эфирное масло на кожу, пусть даже на небольшой участок кожи, за редким исключением, и мы об этом тоже будем говорить на нашей «Волнос недели», мы используем базовое масло. Базовым маслом может стать любое растительное масло, чистое, высококачественное. Мы можем использовать либо косметические базовые масла, либо пищевые базовые масла. И это может быть кокосовое масло, оливковое, персиковое, миндальное, жужуба и так далее. Полный перечень базовых масел со ссылками на маркетплейсах, а также с описанием их воздействия, я обязательно приложу к данному уроку. Как мы применяем эфирные масла наружно? Мы можем нанести в качестве ресурсных духов смесь эфирных масел с базовым на точки пульсации, на те участки, куда мы обычно наносим парфюм. Например, на запястье, на сгиб локтя, на шею за ушами. Можем нанести на область сердца, на область пупка, для того, чтобы еще и воздействовать на внутренние органы, либо на энергетические точки. Одной из самых лучших, эффективных и понятных точек приложения являются наши стопы. И на стопы мы наносим любые эфирные масла в разбавлении с базовым. И в рамках нашей «Волны с недели» мы много будем говорить про этот способ применения. Запомните его, пожалуйста. Как я уже сказала, мы можем наносить точечно на проекции внутренних органов выбранные эфирные масла, для того, чтобы воздействовать на конкретные органы и системы органов нашего организма. Ну и, конечно, это полный аромомассаж, это прекрасная процедура и арома в ванной. Третий способ применения эфирных масел, третий, завершающий, это внутренний. И еще раз повторю, что этот способ относится только к чистым, натуральным и качественным эфирным маслам компании «Дотерра». Дело в том, что именно эти эфирные масла зарегистрированы как пищевые ароматизаторы. Это очень важно, и на каждом флакончике эфирного масла вы можете увидеть об этом пометку. И только эти эфирные масла мы можем принимать вовнутрь. С какими целями мы применяем эфирные масла вовнутрь? Во-первых, мы можем применять в кулинарии, усиливая вкусовые качества еды, которую мы потребляем. Например, используя жирную основу в виде сыродавленных растительных масел, мы можем обогащать салаты эфирными маслами. И здесь прекрасно подойдет и масло лимона, и кориандр, и кинза, и апельсин, и другие пряности. Это будет очень вкусно, про кулинарию мы тоже будем говорить в рамках нашего курса. Кроме того, с помощью внутреннего применения эфирных масел мы можем решать более глубокие задачи, связанные с нашим здоровьем. Воздействовать на иммунитет, укрепляя его. Воздействовать на пищеварительную систему, на кишечник, на внутренние органы и выравнивая гормональный фон. Дорогие друзья, очень важно понимать, что третий способ применения внутренний подходит только под присмотром вашего куратора-аромотерапевта. Не назначайте самостоятельные эфирные масла вовнутрь, кроме тех масел и кроме тех способов, про которые мы будем говорить в рамках нашего курса, потому что это абсолютно безопасно. И давайте перейдем с вами к конкретным эфирным маслам, конкретным способам применения в разных сферах нашей жизнедеятельности. До встречи на следующих уроках!